Не так давно отмечала свою годовщину, по-моему, думать, в каком, по крайней мере, направлении. И вообще, чтобы, ну вот, хотя, ладно, ролик обещает быть богатым на хронометраж, на обилие фактов, на мою... В мэрии устроиться можно было там, знаете, то обновление получилось неплохо. Но я не собираюсь, потому что там и так ролики на 10 минут. А если я ещё тут повторюсь, то ролик будет уже, знаете ли, о некоторых кадрах из всего этого обзора обновлений. Никогда до этого, допустим, Аризона РП, она была, знаете ли, донат-машина, или там, знаете, что всё плохо было, ну бы РП, там... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Просто неужели? Я уже даже не думал, что я доживу до этого момента, но вот данный ролик снимается из-за идиотов. Из-за, вот прям, знаете, из-за дураков, из-за просто каких-то, ну, непонятных людей, которые вообще непонятно, как размышляют, непонятно, как мыслят. При том, что я уже давно, вот, по несколько раз всё это объяснял, всё это разжевывал, им на всё это наплевать, и вообще пофиг им на всё это. И они не хотят воспринимать вот какие-то мои аргументы, доводы и вообще личное, возможно, мнение. Потому что, ну, возможно, они смотрели, возможно, они просто тупые идиоты. Или, как ещё их, знаете ли, модно назвать, малолетние дебилы. Вот, вполне возможно, что поэтому, вот, тут тоже они могли, вот, нечто подобное допустить. Хотя, ладно, ролик обещает быть богатым на хронометраж, на обилие фактов, на мою какую-то, вот, это, вот, знаете, воду, которую, вот, все так, вот, любят всё это называть водой. Хотя это, вот, моё личное мнение. Вот то, как я думаю и то, как я вообще всё это вижу. Я считаю нужным всё это в роликах рассказывать, потому что тогда, ну, просто, вот, ну, а зачем тогда смотреть, если можно просто почитать какой-нибудь, я не знаю, новостной журнал и всё. И, то есть, ну, и всё, его получат те же самые сухие факты. А нужно это всё немного смочить, немного, так знаете, подлить. И всё это преподать людям, для того, чтобы они со всем этим ознакомились. И уже непосредственно поняли, что вообще нужно, вот, по поводу всего этого думать. В каком, по крайней мере, направлении. И вообще, чтобы, ну, вот, более-менее у людей складывалось какое-то впечатление обо всём этом. Потому что то, что дают новостные издания, если мы учтём сюда лайфсамп, если мы учтём сюда какие-то ещё журналы, которые, вот, похожи на лайфсамп, тем не менее, вот, это ж пиздец. То, что они там пропагандируют, то, что они там, вот, вообще показывают, то, какие посты там в этом самом лайфсампе выходят, я ебал всё это в рот. Я уже несколько раз говорил о том, почему лайфсамп это полное говно, и повторяться тут, ну, я не собираюсь, потому что там и так ролики на 10 минут. А если я ещё тут повторюсь, то ролик будет уже, знаете ли, на 30, может быть, на 40 минут, несмотря на то, что у нас есть ещё основная тема. Поэтому, давайте обойдёмся сегодня без этого. Возможно, в какой-нибудь другой раз, возможно, на стримах, которые у меня, кстати, почему-то не проходят, наверное, потому что у меня нет времени на все эти, знаете ли, одесские шалости. Тем не менее, да, Аризона РП не так давно, хотя я не знаю, когда выйдет вот весь этот видеоролик, не так давно отмечала свою годовщину. По-моему, 6 лет ей исполнилось, и в качестве этого она выпустила новое обновление, новый вот это, вот, знаете, обзор весь обновления. От вот этой вот самой женщины симпатичной, которая там сидит, рассказывает, сколько можно потратить времени на всё это, что можно успеть сделать за 6 лет. И вообще, то есть, ну, почему это всё так важно, и бэ-бэ-бэ, мэ-мэ-мэ, и вот пыр-пыр, 8 дыр. Нам всё это абсолютно точно не интересно. Нас интересует некоторый кадр из всего этого обзора обновлений, когда вот эта самая женщина, девушка, девочка, блядь, я не знаю, она рассказывает о том, что появилась там новая работа, можно будет продавать хот-доги и всё прочее. И тут-то я вот понял, тут-то вот я теперь понял, что чуваки из вот всех этих комментариев, из всего этого лайф-сампа, из всего этого там каких-то прочих вещей смогут написать новую хуйню. То есть, до этого, допустим, Аризона РП, она была, знаете ли, донат-машина, или там, знаете, что всё плохо было, ну, БРП, там, Аризона РПГ, вот эта вот приставка РП, она сюда вообще не подходит. Ну, и всё, что они там ещё, знаете ли, могли написать, то, что абсолютно точно, ну, непонятно, неинтересно и вообще во всём этом не нуждается. Поэтому, ну, мы всё это отбросим, потому что вот этих вот сумасшедших, ну, их можно бесконечно слушать, и мы по итогу ни к чему интересному не придём. Потому что, ну, эти сумасшедшие, они постоянно будут говорить, ой, Аризона РП это такой плохой проект, вот я там, когда ты играл, вот там, два года назад, я имею право писать своё мнение. Нет, да нихуя ты, блядь, не имеешь, долбоёб, то, что ты высираешь, блядь, это не твоё мнение, это вот то, что эти чуваки с Ютуба, блядь, сказали, а ты даже не вдаваясь в подробности, не заходя на сервер, не проводя какие-то свои вот эти вот, знаете, размышления, хотя бы перепроверить информацию банально, а так ли оно или нет. Потому что даже тот же самый Данил Гераро уже изменил мнение об Аризоне РП там сто пятьсот раз, сказал, что вот всё нормально, пацаны, вот есть некоторые моменты, которые лично мне на Аризоне РП не нравятся, но вот в остальном, вот лично мне всё это как бы, ну, вообще, мне всё это нравится. Поэтому я буду играть, поэтому я буду, знаете ли, там, возможно, снимать платно, не платно, возможно, я буду играть в GTA 5, поставлю там, знаете ли, на фон вот этот вот весь значок Аризоне РП, чтобы мне только ролик оплатили. Да и много всего я ещё сделаю, поэтому вы не можете меня осуждать, потому что, ну, вот я такой человек, и что вы, в общем-то, мне сделаете? Ничего вы мне не сделаете. И вот, когда появилась вот эта вот самая работа хот-догов, когда её вообще всё представили, то я сразу понял, что чуваки теперь смогут написать, ой, блядь, спиздили у сам ПРП. Вот у сам ПРП-то это было давно, там можно было в мэрии устроиться, можно было там, знаете, зайти, прийти, там, вот всё это сделать, чтобы всё было хорошо, чтобы всё было прям классно. А сейчас, ну, это просто, ну, вот взяли, спиздили, ну, нагло украли, блядь, воры, блядь, карлики, воры, иллюминаты и, возможно, даже Артуры, Митин и шоу. Вот так вот они будут говорить, потому что, ну, а как иначе-то можно? Потому что, ну, вот они видят, то, что на сам ПРП вот была такая работа, возможно, когда-то было такое обновление, и то, что вот всё вот так было. А вот на Аризоне РП этого не было, они это ввели только спустя, там, 6 лет, и вот поэтому они как бы украли, поэтому вот, ну, так получилось. А вообще, в целом, если говорить, то обновление получилось неплохое. Да и обзор обновлений, как обычно, получился крутым, смешным, классным. Вот лично мне, кстати, очень понравилось, я как бы всем рекомендую, чтобы у всех всегда были такие, знаете ли, обзоры обновлений, потому что, ну, это реально круто. Вот то, что сделала Аризоне РП в очередной раз, это опять-таки круто. И вот всё мне-то, как вы понимаете, нравится, но нравится мне всё это не потому, что мне там, знаете ли, платят, или потому что там какие-нибудь ещё вещи, вот это вот, знаете, всё остальное, как у этих, опять-таки, шизоидов бывает, включается режим, там, ещё один, мол, ну, блядь, да тебе платят, поэтому ты защищаешь. А вот если бы тебе не платили, ты бы не защищал, да нет. Вот все даже, кто уходит с Аризоной, кто там, я не знаю, приходит на Аризону, кто там вообще и сам поуходит, и все, кто сотрудничали с Аризоной, все говорят примерно одинаково. То, что Аризон и РП, это действительно крутой проект, на котором было круто сотрудничать, все выражают респекты Тасу Мэйсону, и у всех, как бы, всё было всегда круто. И даже после того, как чуваки уходят на другие проекты, или уходят вовсе, все всегда говорят, что было круто, было классно, и вообще замечательно. Поэтому, ну, в общем-то, как-то так. А в целом, ну, то есть, ну, да, похожа работа хот-дога, там, и хот-дога, вот это вот на сам РП, поэтому, ну, вы сами можете понимать, что, ну, вот так оно и бывает иногда. А может быть и не бывает, а может быть и какие-то прочие вещи случаются. Ну, ладно, тем не менее, я играл на проекте Аризона Руэлли Плей Феникс, IP, а также мой никнейм Данте Коннор, а также мой промокод NOTOXIC54 находится в описании данного видеоролика. Там же находится ссылочка на мой телеграм-канал, заходите, подписывайтесь, там посты каждый день, их несколько, они интересные, я туда немного флужу. Всем спасибо, увидимся тут же завтра в 20.00, либо немного попозже, либо немного пораньше, я не знаю, но, тем не менее, оно всё будет. Субтитры сделал DimaTorzok